Грузия обратилась к США за правовой помощью. Тбилиси надеется, что ФБР ускорит следствие по делу о распространении видеокадров в личной жизни граждан. Неизвестные лица выложили в интернет компромат с участием, как предполагается, видного оппозиционного деятеля. Ролик на портале YouTube вскоре был заблокирован, однако дело этим не кончилось. Некоторым политикам и журналистам поступили угрозы опубликовать записи интимных сцен с их участием. Анонимные шантажисты требовали от известных в стране фигур покинуть Грузию. Эта история вызвала шквал негодования в обществе. Наш собственный корреспондент Тбилиси Марта Ардашелия присоединилась к тем, кто требует неприкосновенности частной жизни. Я Инга Григолия, женщина, мать, дочь и подруга. У меня прекрасный возлюбленный, у меня есть секс, и я собираюсь им заниматься всю свою жизнь. Это заявление грузинского журналиста в прямом эфире ежедневной политической программы вряд ли привлекло бы к себе внимание на Западе. Но в Южно-Кавказской Грузии, где подавляющее большинство граждан считают церковь главным авторитетом, а православные догмы неприкасаемыми, говорить о сексе не принято. На это и рассчитывали злоумышленники, которые выложили в сеть видеоматериалы интимного характера с участием грузинских политиков. И пригрозили тем же самым известной телеведущей Инги Григолия. Вам, что угрожаете мне обнародованием подробностей моей личной жизни и требуете, чтобы я покинула страну, обещаю. Не пожалею жизни, защищая свои права и права других людей. Сделаю всё, чтобы вы, авторы и распространители этих кадров, на много лет сели в тюрьму. Прямой низкопробный шантаж вызвал в обществе взрыв возмущения. Своей цели преступники точно не добились. Скорее наоборот. Общество оказалось гораздо более зрелым и свободным, чем можно было предположить. Пусть невольно, но Грузия принялась обсуждать темы, ещё недавно закрытые многолетними традициями. Факт слежки осудили всем миром. И тут вдруг выяснилось, что сексом здесь занимаются все, кому не лень. В том числе и президент. Могу сегодня открыто сказать обществу, что секс и сексуальная жизнь не постыдны. У меня лично есть сексуальная жизнь. Была очень богатая сексуальная жизнь и будет в будущем. Любой человек, который распространит эти омерзительные видео, будет наказан. Омерзительный кадр не потому, что сексуальная жизнь омерзительна, а потому, что снимать её омерзительно. За четыре дня злоумышленники выложили в сеть два видеоролика. Оба наделали много шума. Власти пообещали строго наказать преступников. По делу о распространении видеоматериалов из личной жизни политиков уже задержаны пять человек. Сегодня Тбилийский городской суд приговорил к предварительному заключению двоих фигурантов. Зураба Джамалашвили и Ираклия Пхаладзе. В доме одного из них были обнаружены кадры скрытого видеонаблюдения. Личный компьютер второго отправлен на экспертизу. На данном этапе доказательств того, что кто-то из подозреваемых загружал видеоматериалы в интернет, нет. Это попытка шантажа и давления, причём в отношении всего общества. Это удар по государству, и наш ответ будет максимально жёстким. Я буду бороться до конца, чтобы подобные преступления больше никогда не совершались. Кто бы ни снял и распространил эту запись, говорю вам, обещаю, строжайшим образом ответите перед законом. Этот вопрос стал едва ли не первым, что объединил парламентское большинство и оппозицию. Преднамеренный террор общественности – таковы оценки политиков. Правда, стороны пока не определились, кому это на руку. Нам известно, какое ведомство занималось слежкой и шантажом ещё с советских времён. Знаем их имена. Мы должны покончить с этим раз и навсегда. Всё можно выяснить. Это же не дело об убийстве Кеннеди в конце концов. Необходимо кардинально реформировать систему слежения и прослушивания граждан. Закон должен соответствовать требованиям правозащитников. Необходимо избавиться от синдрома безнаказанности, который существует в обществе. Необходимо создать независимый следственный орган и заняться контролем правоохранителей. Для эффективного расследования дела официальный Тпилиси уже обратился за помощью к ФБР. Здесь надеются, что и американские коллеги помогут установить с сервера, какой страны был загружен компромат. Но общественность затаилась в ожидании. Консервативная грузинская общественность в этом случае решила отстоять право каждого на личную жизнь. И неважно, о какого рода компромате идёт речь. В социальных сетях большинство высказалось резко против тех, кто пытается манипулировать частными отношениями граждан. Теперь дело за правоохранительными органами. Результатов расследования ждёт вся страна. Но время поджимает. Уже осенью парламентские выборы. Марта Ардашелли от Тпилиси. Специально для Арт-Виай.